Братья и сестры, в библейской истории спасения есть определенные ключевые события. Библия нам говорит о них. Ну, это, например, творение, потом грехопадение, потом обещание Господа Аврааму, 12 сыновей Иакова, умножение семейства Иакова. Вот семейство Иакова в Египте, умножение, великий народ, рабство в Египте. Господь выводит чудесным образом народ свой из Египта, потом странствование по пустыне, потом ход в землю обетованную и так далее, и так далее. И то, что связывает эти события, у нас есть определенные опять-таки истории в Священном Писании, которые служат связывающими звеньями между этими ключевыми событиями. Когда мы подходим к книгам Нового Завета, то мы читаем об обещании Господа, о приходе Мессии, о приходе Спасителя, а потом приход Спасителя, а потом начало служения Иисуса Христа, а потом это Его страдания, Его смерть на кресте, Его воскресение, Его вознесение. И мы как раз сегодня рассматриваем одно из таких ключевых событий, и, как мы говорили еще утром в утреннем нашем служении, также и вот сейчас вечером в нашем вечернем служении, мы говорим о том, что ни одно событие в библейской истории не стоит независимо от других. Эти события взаимосвязаны друг с другом. Эти события служат достижению конечной цели. Конечная цель – это завершение истории этого мира, о чем опять-таки нам рассказывает Священное Писание. Итак, сегодня мы, братья и сестры, вспоминаем, сегодня мы рассуждаем, сегодня мы прежде всего читаем об одном из ключевых событий в библейской истории спасения нашего. Это вознесение Иисуса Христа, вознесение во славу, вознесение в небеса. И текст Священного Писания, который сейчас мы прочитаем – это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 24 глава. Мы читаем с 44 стиха и до конца 24 главы. И сказал им – речь идет об Иисусе Христе, им, его ученики. И сказал им – вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполнится всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах, тогда отверз им умку разумению Писаний. И сказал им – так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Три вывода, братья и сестры, которые мы делаем, прочитав вот этот отрывок. Три вывода. Вывод первый. Вознесение Иисуса Христа ознаменовало окончание Его земной миссии. Вознесение Иисуса Христа – это было выполнение Его земной миссии. И сам Иисус Христос это подчеркнул. Какое основание этому? Он привел основание книги Священного Писания. Как мы прочитали с 44 стиха по 46. «Сказал ученикам своим, вот то, о чем я вам говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному». Христос говорил об этом ученикам. А что надлежит исполниться? Что было написано? Где это было написано? В книгах Священного Писания. Это те книги, которые сегодня мы относим, условно говоря, к книгам Ветхого Завета. Это пятикнижие, это исторические книги, это пророческие книги. Иисус Христос не один раз говорил ученикам своим о завершении Его земной миссии, о славном завершении. Он указывал им на это. И накануне Его страданий, накануне Его смерти, восходя в Иерусалим, Иисус вновь и вновь говорил Своим ученикам об этом. Ну, вот эти слова, что мы прочитали, это слова зазвучали уже после воскресения Иисуса Христа, когда Он являлся ученикам Своим. Вот и снова Он явился. Он им напомнил о том, что то, о чем сказано о Нем, это должно исполниться. И вот оно исполнилось. И очень важную фразу здесь приводит евангелист Лука. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Христос отверз ум к уразумению Писаний. Христос дал понимание ученикам Своим. Когда они увидели, что действительно о чем было сказано в Священном Писании, вот теперь это исполнилось. Более того, книги Ветхого Завета не только лишь указывали на земную миссию Иисуса Христа, на Его служение спасения человечества, но книги Ветхого Завета указывали также на последствия того, что совершил Иисус Христос. И сейчас то, что Он говорит ученикам Своим, Он подчеркивает, есть последствия Его искупительной смерти. Мы прочитали об этом в стихах 47 и 48. То, что совершил Христос, это должно быть проповедано. Покаяние, прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Во всех народах, начиная с Иерусалима. Поэтому, братья и сестры, когда мы сегодня рассуждаем о Вознесении Иисуса Христа, то факт Его Вознесения должен побуждать нас выполнять нашу миссию. Какая наша миссия? Какое наше предназначение на земле? Проповедовать Иисуса Христа. Проповедовать о покаянии. Проповедовать о прощении грехов через Иисуса Христа. Проповедовать тем людям, благовествовать тем людям, которые пусть даже знают об Иисусе Христе, но еще не находятся в личных взаимоотношениях с Ним. Проповедовать. Спасение возможно, но оно возможно только лишь через Иисуса Христа. Он единственный путь в небо. Следующий вывод, который мы делаем, прочитав отрывок Вознесения Иисуса Христа, говорит о том, что теперь благовестие возложено на свидетелей Христовых. Факт Вознесения Иисуса Христа говорит о том, что теперь благовестие возложено на свидетелей Иисуса Христа. Вот так Он сказал Своим ученикам. Мы об этом прочитали. Это 48 стих и 49. Вы же свидетели сему. Чему ученики были свидетели? Они были живые свидетели тому, чему Иисус Христос учил. Они были свидетели деянием Иисуса Христа. Они были свидетелями, живыми свидетелями страданий и смерти Иисуса Христа. Они были свидетелями и воскресения Иисуса Христа. Он жив. Он являлся ученикам Своим. И Он подчеркивает, вы свидетели сему. И в 49 стихе мы прочитали обещание Иисуса Христа. «Пошлю обетование Отца Моего на вас». Он говорил им об этом уже, но сейчас он делает такое маленькое замечание. «Оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше». «Оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше». Для чего им нужна была эта сила свыше? Для чего им нужно было оставаться в Иерусалиме? А для того, чтобы благовествовать Иисуса Христа. Для того, чтобы далее распространять весть о нем, начиная с Иерусалима. Иисус Христос сказал ученикам своим о такой задаче. Ну и, наконец, Евангелист Лука свое Евангелие завершает именно вот этим событием. Он описывает вознесение Иисуса Христа. А следующую книгу, это «Деяния апостолов», он начинает с этого ключевого события в истории человечества. С этого ключевого события в истории спасения. Первая глава книги «Деяния апостолов», там, где Евангелист Лука более детально описывает, как произошло вознесение, что говорил Иисус Христос ученикам своим. И он им сказал о том, что они будут теперь свидетелями о нем. Они теперь будут далее распространять весть о нем. Когда? Тогда, когда исполнится обещанное. Когда сойдет Дух Святой на них. И сразу же дальше в книге «Деяния апостолов» идет вторая глава, там, где Евангелист Лука повествует, как произошло то, что обещал исполнить Иисус Христос. Зарождается первая церковь. Вот там, в Иерусалиме, благодаря проповеди апостолов, благодаря проповеди апостола Петра, многие обращаются к Господу. И таким образом, три тысячи, вот была первая церковь в Иерусалиме. Сегодня это касается каждого из нас. И, братья и сестры, когда сегодня мы размышляем о Вознесении Иисуса Христа, когда сегодня мы читаем тексты Священного Писания, говорящие о Вознесении Иисуса Христа, то будем понимать нашу ответственность. Факт Вознесения Иисуса Христа означает, что теперь распространение Евангелия возложено на нас, обязанность благовестствовать возложено на нас, как свидетелей Иисуса Христа, на нас, которые были прощены нашим Господом, на нас, которые были рождены свыше, на нас, которые стараются уподобляться образу Сына Божия, на нас, в жизни которых действует Дух Святой и ведет нас по пути, указанным Иисусом Христом. Поэтому наша задача – благовествовать. Ну и, кстати, сказать, сегодня четверг, и каждый раз, каждый день у нас есть молитвенные, утренние молитвенные встречи, и в четверг как раз мы молимся о том, чтобы каждый был благовестником, там, где Господь его поставил. Поэтому это как нельзя кстати. Вознесение Иисуса Христа напоминает нам о нашей задаче, о нашей ответственности. Третий вывод, братья и сестры, Вознесение Иисуса Христа свидетельствует о Его возвращении. Даже если более точнее сказать, то видимое Вознесение Иисуса Христа говорит о Его видимом возвращении, о Его приходе. И это, конечно, причина для радости. Вот мы прочитали о том, что видели ученики Христовы. Иисус Христос выводит их из Иерусалима, поднимает руки, благословляет, и когда благословлял, стал отдаляться от них на небо. Ученики видят это. Здесь, в Евангелии от Луки, Лука вот так в общем это описывает. Иисус Христос вознесся, ученики возвращаются в Иерусалим. О первой главе книги Деяния апостолов, там, где Евангелист Лука приводит еще детали Вознесения, то он там замечает о том, что да, Иисус Христос благословляет учеников, возносится, они стоят и смотрят на небо. Являются ангелы и говорят, ну что вы стоите, смотрите. Вот этот Иисус, Который вознесся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо. Каким образом? Ну прежде всего, видимым образом. И они возвращаются в Иерусалим с великой радостью. И они ожидают Его возвращения. Это был девиз, кстати, первой церкви, ранней церкви. Они ожидали скорого прихода Иисуса Христа. Поэтому они старались исполнить свое предназначение. Они старались как можно большему количеству людей благовествовать Иисуса Христа. И они понимали, они очень хорошо понимали, что вознесение Иисуса Христа говорило о Его славном приходе. Конечно, братья и сестры, тогда, когда ученики видели Иисуса Христа, Он вознесся на небо, когда они вернулись в Иерусалим, когда они ждали обещанного, когда, как повествует евангелист Лука, наступил день Пятидесятницы, когда была образована первая церковь. Конечно же, у учеников было священное писание, были те книги, которые сегодня мы называем книгами Ветхого Завета. Книги Нового Завета были только в стадии формирования. Но когда завершился первый век после рождения Иисуса Христа, то в канун вошли еще книги Нового Завета. Это Евангелие, это книга Деяния апостолов, это послание апостола Павла, это, наконец, книга Откровения. И то, что открыл Иисус Христос, Он открыл своим последователям, Он открыл своим свидетелям, а сегодня это мы, о том, что между Его видимым вознесением и видимым приходом должно еще кое-что случиться. И Он открывает о том, что сегодня ждет Церковь, что будет еще, прежде всего, восхищение Церкви, восхищение Церкви из этого мира, будет еще период великой скорби и так далее. Христос открывает это. Поэтому, когда сегодня мы говорим о вознесении Христовом, когда сегодня мы читаем об этом, когда сегодня мы размышляем об этом, то, конечно же, вознесение Христа говорит о том, что Он придет за Церковью, прежде всего. Он придет за нами. Поэтому факт вознесения Христова побуждает, братья и сестры, нас выполнять наше предназначение, побуждает нас помнить, что не вечно мы живем на этой земле, не вечно Церковь будет на этой земле. Этот факт побуждает нас бодрствовать, трудиться для славы Иисуса Христа, а потому что мы имеем будущность. У нас есть прекрасная надежда, у нас есть замечательная надежда, о ней говорит нам Божье Слово. Это надежда, это то, что мы увидим Иисуса Христа, и мы всю вечность вечно будем проводить с Ним, радуясь и славя Его. Аминь.